Адреналиновое утро для жильцов квартала 20.33. Зимой новый детский сад номер 281 стал принимать детей. И все бы отлично, но безопасного пути к воротам сада нет. Мамы, папы, малыши отвоевывают дорогу машин. Шла в садик с одним ребенком, вела машина, чуть ли не наехала на нее, не останавливалась даже. То есть не видят то, что идут люди и не останавливаются. Вот. Как бы я успела как бы отдернуть. Такие случаи редки, но не хотелось бы ждать трагедии. В 281 детский сад водят малышей жильцы десятка высоток. По словам людей, время самого плотного движения с обеих сторон 8 утра. Южный вход детсада остался без тротуара, а внутриквартальная дорога, которая ведет на Попово, слишком востребована. В таком густонаселенном районе машины и люди, идущие в детский сад, делят одну дорогу. Другой здесь просто нет. И это все машины из близлежащих многоэтажек. Ситуацию обостряет и еще один фактор. Из-за разбитой параллельной улицы Семенова существенный трафик машин выбирает именно эту дорогу. Зимой здесь было вообще просто не пройти, потому что здесь были и каналы, и колдобины. Мамы, дети вынуждены идти по дороге. Жильцы обратились в администрацию Барнаула. В мэрии им ответили, что построить тротуар с южной стороны невозможно, так как парковку сместили в сторону детского сада. Люди не спорят, дорога принадлежит машинам. Но где ходить им? У нас нет совершенно никаких приспособленных мест для прохода в сад. Хотя законодательство у нас устанавливает все нормы. И когда комиссия принимала этот детский сад, ну, наверное, все с закрытыми глазами приняли этот детский сад. Администрация просмотрела, застройщик не захотел, и комиссия не заметила. Бюджетом города Барнаула на 2023 год средства на выполнение работ по устройству тротуара в районе детского сада по адресу улица 65 лет Победы, 19, не предусмотрены. При выделении целевого финансирования в 2023 и последующие годы указанный вопрос будет рассмотрен дополнительно. Жильцы квартала не намерены мириться с таким положением дел и продолжат бороться за безопасный проход к детскому саду. А пока малыши с детства учатся не бояться машин и смотреть страху прямо в глаза. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.